Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая и сегодня я во второй теплице, которую высадила попозже, работаю я как раз тут привязываю еще к колышкам, тут у меня не все доделано. И хочу ответить на вопрос, нужно ли окучивать томаты? Обязательно ли окучивать томаты? Окучиваю ли я томаты? Ну вообще, конечно, каждый поступает по-своему, но я сразу скажу, я ярый поклонник окучивания, то есть я люблю окучивать томаты, мне кажется, что это им идет на пользу, и ну я вижу прям, чувствую, что им это нравится. И я всегда раньше окучивала томаты, я делала так, я сначала высаживала, вот видите, только высажен томат, он еще ничего с ним не сделан, вот видите, я еще тут не посынковала ничего. У меня была вот такая вот посадочная луночка, которая изначально была, и первые две недели после высадки я томат не трогала, он укоренялся. Как только он укоренится, я эту посадочную луночку загребала, в один, короче, заход я загребала, а потом, ну это через какое-то время, оставляла еще немножко, чтобы поливать из шланга, и потом, когда уже наступающая, так, завершающая фаза плодоношения была, я его еще раз подокучивала и прекращала поливы, это уже к августу. Но так как у нас все в жизни меняется, теперь вот так делать с появлением капельного полива я уже не могу, вот сейчас, например, в данном случае в теплице, я не могу уже делать эти, как сказать, окучивания такие явные, потому что вот этому поливочному шлангу моему, видите, ему нужна ровная такая горизонтальная поверхность, и шишек я сделать уже не могу. Но я хотя бы, после высадки, вот у меня были здесь тоже такие эти, ну ямочки, я хотя бы подгребаю, вот насколько возможно, вот это все с дорожек вот так сгребаю, оставляю вот так. Конечно, это уже не то окучивание, которое у нас в классическом, в традиционном варианте. И здесь вот тоже, насколько можно, вот здесь вот нет у меня, например, капельного, он идет с той стороны, то я вот так вот подсыпаю все равно. И видите, он еще хочет, чтобы я его еще подокучила, потому что многие томаты так хорошо образуют вот эти воздушные корни. Я прям чувствую, что он хочет, желает, чтобы я еще подгребла земли. Вот он сейчас эту кучку освоит, через какое-то время я еще немножко подгребу с этой стороны. Но вот из-за капельных поливов уже такие кучи не наворотишь, даже когда в августе уже я полив буду прекращать, но все равно я же ленты не убираю до конца, хоть редко, но поливаем. И в прямом смысле слова окучивания уже такого нет. Но в открытом грунте, я в прошлом году показывала, я прям ложу на четвереньках с мотышкой и подгребаю, подгребаю, подгребаю. От этого увеличивается корневая система, от этого растение становится сильнее. И мне кажется, ну как мне кажется, что томаты любят, когда их окучивают. Но еще раз повторяю, что все люди поступают по-разному. Кто-то окучивает, кто-то не окучивает. Кто-то оставляет вот эту луночку, которую при посадке мы делаем до конца и туда шлангом поливает. Но так как я последние годы в огороде поливаю вот этой автоматической брызгалкой, которую просто вставляю и она разбрызгивает, вот газоны которыми поливает, вот такая вертушка, то мне эти луночки уже, ну как прикорневые, вот приствольные, они мне не нужны. И я спокойно подгребаю каждому кусту кучку и поливаю, когда я из брызгалки, она все проливается равномерно. Потому что многих интересует, если вы окучиваете, как вы поливаете, вода же стекает. Но если методом дождевания поливать, то вода не стекает, все прекрасно промокает. Все. Вот это ответ по вопросу про окучивание. По этому поводу у меня однозначная одна позиция, что я люблю окучивать, я окучиваю. И я считаю, что это томатом идет на пользу. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok